играть многие коллективы. Интересно, вот именно в Верк, почему они забрали комплексити. И с них Слардар с даблой вместе с Личом, опять же, отправится куда-либо. И с Виггернаут, вот это не антимаг, как на прошлой карте, на котором, скорее всего, пингвинчик сыграет. И это будет, наверное, лучше на Изи Лейне, чем что-либо еще. И Дазл здесь, наверное, во временный дабл мид пойдет с комплексити. Вот с кем? Сейчас узнаем. Да. А тем временем Рубик появляется у Вегги Сквадрон. Виверну забанили комплексити, поэтому даже Сема дальше особо не размышлял. На Рубике, скорее всего, исполнять будет сам Сема. Солочь сядет на аппарата. Но Ванда станет с Эмперспири, как мы говорили. Магу Дарксир. Ну и Паша, разумеется, вертолет. Хороших саппортов взяли в Яггерсквадрон. Если аппарат один из лучших героев, который способен озонить хардленеров или просто гонять всех от своего кор-героя, потому что из Челлингтача он, в принципе, очень больно бьет с руки. А Рубик великолепен тем, что у него есть все с собой и нюк, и дизайн. Это великолепно в МИДе на некоторое время будет. Шторм-спирец. Слушай, давно его не было видно. Опять, я помню, как его резко перестали пикать после интернешнала, когда вышел 6.85. Теперь серия Шторма понерфили немножко. У него не такая сейчас дикая, соответственно, мобильность. У него мана тратится гораздо больше. Ты пролетел буквально там несколько секунд и получил пустой монопул в подарок после этого полета. Вот. Но Пингвинчик будет играть в МИДу Штормом. В Даггернаут у нас будет Лимб. Слардар, Швилл Мелон. Ну, Ханскин, Дасси, Даззл. Да, давай прям по классике. С самого начала еще раз напомним, кто на чем и как играет. Ну что ж, команда Вега и Сема на Рубики Сол на аппарате нового на Эмберспирите. Мак играет на Дарксире, Пашей на Гирокоптере. И команда Комплексити. Швилл Мелон играет на Сардаре, Лимб на Джаггернауте, Пингвинчик на Штормспирите, Зетфрик на Риче и Ханскин на Даззле. Надо как можно больше написать сейчас Комплексити, Гудлак и Панк, потому что они иначе в таком случае не спалятся. Но, в принципе, у них пик... Ну, до конца, может, он не особо подходит под такие вещи, да? Но это первый раз на время студии лан-финалов. Ребята решили забрать Рошанов с первой минуты. И, в принципе, Хилингвард от Лимб поможет им это сделать сейчас. Он еще вот только наполовину простоял и пол-ХП уже у Рошана остается. Арморка Лича сейчас так задает хороший бонус, а команда Вега этого просто не замечает. Они не знают, где соперник находится. Мало того, что еще и Рошаны заберут, еще и руну могут контролировать комплексити. Интересно, будут ли они у него сделать фишку, где Экспу они оставят лишь для одного героя или получат все ее и разделят между всеми пятью сразу. Сейчас посмотрим, когда Рошанам будет мало ХП. Мы это узнаем. Вот зрителей нет в зале, но они не будут там махать-охать. Я сразу его вам показываю. И забирают Аигис Экспу, делят на всех сразу. Пингвинчик получает Аигис в свои руки. Ну что ж, интересная затея со стороны команды комплексити. Очень даже интересная. На самом деле в кадр вывести просто лица Вегис подрон в этот момент, но уже поздно, уже удивление, мне кажется, прошло. Ребят, ну что, Шторм получит, во-первых, неуязвимость, еще ближайшие там пару минут, во-первых. Во-вторых, лучше чего у него еще и регенерация будет. Ну, все хорошо. Опять же, закупы Рошанские, базилочка, там все дела. На Шторме весело-весело-весело. Лайнапы, ну, расставились, разошлись, ребята, по линии, но так, как мы предполагали. Ничего особо необычного здесь нет. Смотри, давай разберемся с лайнапами, что к чему. Мак играет на Тарксире против милишного героя, в данном случае это Слардар, пока он один, три по линии решили доставить все-таки на топ, ребят из команды комплекции на Изилейн, чтобы лимб мог выформить как можно больше. И пингвинчик в миде на Шторм Спирити против Ноу Вана на Эмбер Спирити. Два Спирита в миде. Ну, по сути, здесь должен выигрывать, наверное, даже Ноу Ван, мне кажется, если уж на то дело пошло. Может, опыт даже у него как-то побольше будет. Да и, в принципе, герой у него довольно борзый, и уж тем более неплохо заходит после... Ну, против любых героев, которые имеют, соответственно, какие-то маг-скиллы, если там Вайпер может его там унижать сильно, то здесь есть Флэйм Гвард, который, соответственно, будет абсорбить много дэмэджа магического, который, по сути, то и должен идти в Мат Шторм Спирит. Поэтому я бы на месте пингвинчика сконцентрировался только на крипах и как можно больше вывез денег с мид, а потом уже занимался другими линиями. Здесь довольно-таки агрессивно, опять же, будет играть имп, все же герокоптер герокоптером, а вот этот товарищ тоже довольно хороший. Опачки! А вот и ответ. А вот и ответ. И это ферстблат. Более чем? Ну, нет ужки. Я поторопился с выводами. Ханскин успеет дать крест, но мне кажется, если Паша нырнет дальше, он сделает ферстблат. Скорее всего, им нужна будет помощь саппорта. И кто первый умрет, умирает Паша Лим делает ферстблат. Не успел он добить, к сожалению, Лича. Тут хилился Хиликвардом. И тут еще погибает Соло Лим делает даблкил. И Сёма также отступает с лоу хп. Он решил подбросить обратно Ханскина, чтобы тот ластхит ему не сделал. И отбежал. С одной стороны, хорошо, хоть Соло Чь добрал Тури, а с другой стороны, отдали герокоптеру. Отдали герокоптеру. Ой, да. Дали ферстблат Лимпу. Вот что нехорошо, как бы если уж разбираться полностью. Два кила Лимпу, это совсем-таки жестко. На данном моменте. Уровень денег у него немерено. если, скажем так, на творце примерно самого богатого человека веги, это тысяча, да? Тысяча. Это ноуан. Тоже гернаут у нас там 1700. Пингвинчик меди, я не знаю. Наверное, помощь забротов бы какая-то не помешала, чтобы реально забаковать. Потому что Оегис будет две минуты идти. Его сейчас, кстати, пытаются убить. Да. Но он не умрет, у него Оегис, это надо понимать. В этом, кстати, есть и веселый момент, то, что, опа, почти выбили. Оегис мог бы сейчас добить. Веселечку не хватило себя. В том, что он, если что, регенерирует. То есть, он может использовать Оегис сейчас не просто для того, чтобы выживать, да? Ну, как бы, оно может и нафиг не надо. А просто вот, по-моему, она кончилась, здоровье кончилось, дайте-ка я умру, буренька под Оегисом. Стану. Зарегенюсь. Хотя сейчас, слушай, будет шестой уровень. Вот шестой уровень есть. Должна быть ульта. И как только заработает регенерация от Оегиса, пингвинчик должен лететь. Лететь еще через всю карту, куда угодно, и воевать. Логично? Паша. Синдлмелланс. Приходит, атакует стан сверху. Ейцприк также дает нюк. Барыш довольно-таки больно бьет. Синдлмелланс, а тот отступает. Плюс соло с шлингтачем. Подоспел вовремя. Оегис выбили в итоге из пингвинчика в миду. Я уж было думал, сейчас, ну, сейчас парень полетит. Сейчас парень регенерации и так далее, и так далее, учитывая то, что Штормецким уже давно нельзя так хорошо играть, как раньше. Я имею в виду, именно летать через полкарты на одном монополе. Только если в суперлейте. Посмотрим, насколько он себя оправдает. Это что-то успеет, потому что пик довольно-таки сомнительный. И вот когда ты в последний раз видел в миду Шторма? Ну, относительно недавно. Я не помню, что за турнир был, который я смотрел. Да он никогда не был плохим. Герой в лид-гейме просто неуничтожаемый. И народ всегда, как бы, до лид-гейма им старается выжить. Потому что пик позволяет сделать. Сейчас есть Джиггернаут, который легко выходит, имеет не так много айтемов, но при этом нарубает. Сидл Мелон, который в мид-гейме очень даже полезен, в особенности с такими героями, как Джиггернаут, там физдемож, как бы, имеется уже в начале. Паша подходит, Рокет Барридж будет сзади, Сёма Зе Слэр имеется, целиком из-за стан подбросили. Ну, он успел дать стан, но Рокет Барриджа более-менее должно хватить, чтобы добиться Милл Мелоза, и Ласт Хит прилетает от Сёмы. Пришел Даззл, вроде бы, так помогать, сейвить, так далее, так далее, но это не вышло. Даззл не подсейвил. Слишком долго летел, учитывая то, что там телепорт у него, по-моему, долгий был, но неважно. Блэйд Фьюри, у него есть и Вард, и Блэйд Дэнс, и Мни Слэш на месте. Мак, разумеется, там может накидывается этих дэмэш с Эншелла, но... Сами раз мы понимаем, что и выйдет Эншелла, это... Зачем не особо-таки хитрая. Неважно, важно то, что проблемы у пингвинчика могут возникнуть. Ну, вот он дошел. А, а вот что он делает, молодой человек, отправляется с телепорта домой. Сейчас нажмет на Римнант и вернется. Его можно было там, на самом деле, подкараулить. У шторма регенерация. И сразу от нападения от Ноуана уходит пингвинчик, но регенерацию успели сбить его. Регенерация сбита, это значит, что маны парень так себе и не добавил. Уже вторая регенерация, которая тратится пингвинчикам, потому что, во-первых, за буквально 30 секунд до пропажи Аегиса он успел умереть. Я считаю, что это было просто на самом деле... Знаешь, это Аегис, который был в самом начале игры, это не столько Аегис, сколько руна регенерации. Я об этом говорил, да? Он ее тогда просадил, ну и сейчас просаживает тоже. Надо было понимать, что Ноуан летает на это было прозрачно, видно, показано. Говоря, очевидный заезд от Рубика и всех остальных. В принципе, Трипулиния довольно сильная, но, во-первых, Слордар довольно армированный герой, во-вторых, у него сверху арморка от Сприка и демеджа пока не так много, кидается к тому же еще и Крия, старается сыграть Паша, еще сверху пропит баш от Свинул Мелонза, баш первого левела с шансом 10%. И Соло-Топал делает, скорее всего, успеет, хотя из-за вейв должен был быть, да, но демеджа недостаточно. Как еще 2-3 в пользу Комплексити, но точные выводы, я думаю, мы пока можем сделать, да, но думаю, что к 10-й минуте, там 10-12-й сделаем выводы, что насчет лейнинга, как ребята отыграли в начале, чтобы уже иметь представление о дальнейшем. Пока что можем сказать, что в Комплексити есть примерно 3000 денег в качестве преимущества, 2 с лишним там по опыту, ну и это то самое преимущество, которое можно будет играть за 1-2, за месяц, так что, ну, ничего в этом страшного для Веги или классного для Комплексити на самом деле нет пока что. Это так. Парж закупает себе фазы, что у нас по этому, по остальному, всем есть, кстати, Арканы. Это вот за все новости обрейдов, а этому к этому часу. Руна внизу для нового, она что-то будет баунтируна, а из активных у Шторма есть хоста, у Шторма есть хоста и это, кстати, может быть опять же проблема, если он грамотно ее реализует, пожалуйста, реализуй ее грамотно. Господин Шторм, ты уже профукал две регенки, на которых можно было лететь, ну, пошла реализация, но он нет, не пошла реализация. Просто, мне кажется, опять же, пингвинчик до какой-то момента такого доживет, что потратится свое здоровье. Честно говоря, пингвинчик сейчас уже на карте сделал ровным счетом ничего. Вот да. А вот как раз-таки, по-моему, Шторм Спирит еще уже на восьмом левеле, уж точно до восьмого даже, уже хотя бы где-то на линии должен был отметиться, и его помощь могла пригодиться на боте, когда забирали гирокоптера, в таком бы случае могли бы забрать еще и Соло или Сему, а то и всех троих. Много моментов было, на какие вот пингвинчик попросту не обращал внимания, а наверное хотелось бы. Эмбер Спирит, к примеру, сейчас это делает. Приходит новая на бот, пошел, уже ремонт, связал свину Мелонза, ответил тот станом, но руки с барыжи, всего остального здесь будет более чем достаточно. Далее он отправляется на лича, личу достается довольно много, прицарит флеймгвард, тот дает еще и кулдауны, в общем-то, забирай, не хочу. Вот, пожалуйста, реализация мидера от команды Вега, как только тот, в общем-то, мало того, забрали, это называется план максимум, когда ребята они мобом делают очень много. Ты не, понимаешь, руны я не согласился, не то, чтобы повезло все этой руны, она была обычная, это была баунти, да? Но при всем, при этом, кстати, у лимпа есть умничаешь, он крутится пока что, нова, нужно отходить, но прекрасно тоже, то, что делает Суэндл Мелон, краш, приходит пингвинчик, наконец-таки, но этот чувак, у него есть две робов-меджи, у него есть в единичку вортекс прокачаны, типа он боевой, он собран и так далее, и так далее. О чем я говорил, когда у него был шестой уровень, две регенки были, опа, Солчи зацепили, но Солчи можно попрощаться, потому что спасать его дальше нет смысла, Суэндл Мелон он не замерзнет даже. Так вот, хаста, да? Вот ему попалась хаста, там был шторм, с хастой, который заходит в спину, начинает с реминантов раскидывать, более того, у него было в единичку, можно было взять вортекс себе, сейчас у него уже в двоечку взят, и и приконтролить, и побегать вокруг, и накидать реминантов, и замедлить, и строки натыкать, господи, в тверку уже оверлоуд, и это хорошо. Сверху кулдаун, и датул у нас туда не уходит, абсолютно да, он пытался там уйти из телепорта, и так далее, и так далее, потыкать мага может с руки, но сам при всем при этом понимать должен прекрасно, что есть маг, у него есть тяжко, и все хорошо. Радианс Боттон Тауэр под атакой. Ну, лимб с фриком, под арморкой лича, на троечку, которая у нас забирает Рошана, под вардом, и к тому же минус арморка от Спинал Мелонза, вот это довольно-таки быстрая, шустрая реализация, вновь, что второй Рошан подает на карте, быстрая, шустрая реализация минус армора от Спинал Мелонза, в плане того, что убить Рошана, да, но у вас здесь опять под инвизом, смотрят, что как, старается не столкнуться с героями, чтобы, ой-ой-ой-ой-ой, все-таки вот здесь еще и Чайник залетел, Аегис, Шторм Сперед забирает Ноуан, уходит на Римнанте, туда как-то стоит к лунам Паша, уже выбили Аегис, лимб уже был в умнислэше, Паша может погибнуть, сзади находится Сприк, вот скорее всего добьют, хотя тут еще Ноуан, подключается, и надо бы добить Сприк, но он под минус армором из пингвичек должен его забирать, и хороший вроде бы из Бласт Лигит от Соло, но мы видим, как команда Вега несет довольно существенной потери, двух коров они теряются, но в ответ еще забирают четверых, и даже всех, пятерых героев, несмотря на то, что здесь оставался Маг и Сема, в итоге, конечно, денег много достанется Магу, часть из них, еще большая часть, даже, ну, второй, скажем так, вторая часть достается Рубику, к сожалению, очень мало денег достается к героям Веги, но в целом, полторы тысячи за преимущество, ну, полторы тысячи за драку это не так уж и плохо, учитывая, импы и пингвинчик, пока, к сожалению, не могут себя найти даже на карте, если честно. С другой стороны, у Андрея появляется намек, ну, не то, что намек, а уже готовая Мега почти, да, и надо отметить, что там даже не пятерых героев они убили, а шестерых, потому что у нас на ЕГИ, да, то есть, шесть в два способны Вега драться, и это факт, это факт, с которым комплекте должны сейчас смириться, либо они как что-то меняют в своей игре, делают так, что, соответственно, все будет у них хорошо в какой-то момент на миду тем временем проблемы. Не он ована ни разу, а у пингвинчика, потому что Тормецкий потихоньку пытается себе сделать, я так понимаю, арчит, оркит, malevolence, если это получится, кстати, замерз нас там, дмэлон, а то есть, тема уходит, ничего не сделают, со станами тут, как бы, такая, особенно, что они есть у Слардара с Лизин Краж, частично там есть, была бы кисло у Ханскина в четверочку, другой вопрос, ну и соответственно, чайник. На миду, тавр, просто армором надо бы возберевать на самом деле, но, но он, как и говорили ранее, эмбер спирит, не человек, который должен пушить башню, но он сам не человек, он же дух, и так далее, имею в виду, не персонаж для пуша. А с другой стороны, вышка довольно-таки быстро отваливается, потому что там еще и маг, и так далее, и так далее, а глиф нажимается, ну я так понимаю, чтобы потянуть время. Где у нас шторм спирит? А он с базы идет, делает ТП на Т2, и все. Уже догоняют, кстати говоря, коров в комплекте, здесь разница была порядка около тысячи, сейчас уже она не такая большая, и, возможно, Вега, они опять же должны драться по кулдауну там, кулдауну, кулдауну. Ван здесь, кстати говоря, залетает в двоих, начинает видеть сприка, ремнантом, да тут вообще он устроил, жесть, тотальный ученик даже успел кинуть туда лещ, сприк, соло, ультует, к сожалению, мне слэшка стоит, лимп, уходит из-под действия ультимейта, пингвинчик может погибнет, если ноу-ван за ним прыгнет, лимп пытается убить соло, что в принципе ему удается, а ноу-ван с пингвинчиком сражается и уходит, понимаешь, что не по силам он ему, лимп за ним тоже бежать не станет, но два саппорта, и Сема сюда полез еще, станет лизин-крашем, и кос... Ты что творишь, Сема? А Сема мы не слышим. Лимп, похоже, сейчас просто... Да, он охренел сначала, начнем с того. Чарли и Кирпичная Фабрика, тем временем вверху кулдаун, нас винул Мелоны, ни к сожалению не попадает в нас Паша, по ноу-вану также прилетает и краш, и что-то как-то, наверное, морка, стяжка, стенка, пошли убивать, Ханскин пока что имеет крест, но промахивается соло-ултимейтом, второй раз за последние три минуты, и нападает пингвинчик Пашу, убивает он довольно быстро, поддержки никакой пока нет, ноу-ван прилетел, Барик убили Дазла, на пингвинчика нужно среагировать, Чины, Фистов нет, зато есть Мак, он там бегает, Джарри Тойншелл, в принципе достаточно сейчас, чтобы сделать ему даблкил, далее нападает на Лимп, собираются Фисты Чина, Фисты Чина, вот столичка не хватало буквально, сейчас я показал рейнджу Фистов, чуть-чуть буквально, там вообще просто на пипку не выходило, но ладно, 15-8, вегаис квадрон преимущество в 3000 и более денежек, и две с лишним тысячи опыта, 15-18 на 16, ну тебя в прошлой карте у них преимущество было гораздо более серьезное, да, они там вообще прям направо-налево разрывали, но в этот раз как-то не все так хорошо сразу удается, ну посмотрим, что прокнет сейчас Нуану, в качестве, ой-ой-ой, это же хаста, самое настоящее руно ускорения, там спирит, возможно потерпит, да, и вас связали, там еще и подкинули, начинают раскидывать, но у него есть немножко мады, который позволяет ему сюда пока что уходить, но килиться живет, порой человек, там еще и стиханским, рядышком, что подможет подкинуть, так далее, так далее, летит из бласт, стоит власт этим лимпа, лимпа бы не пугать здесь, получает из вас на лицо, и еще немножко дэмэджа, еще немножко дэмэджа, мага бы влетела, но парень не умирает, потому что это у вас первого уровня, никого аганима на нем не имеется, на 18-й на фитоматче, вега в смоках, идут во вражеский лес, кого-нибудь сейчас найдут, кого-то первого, скорее всего, Шторм Спирита, либо же на Дазла будет выход, чтобы его зафокусить, смог также разбивать, ребята, из комплекса, и разминулись, реально, разминулись ребята, то есть одни вышли из своего леса, пошли в сторону Рашпита, вторые вошли в их лес, с другого входа, как говорится, с черного постучались, так, тук-тук, вы где? А нас вот нету. Первого, кого зацепит, скорее всего, даже это будет лимп, лимп, влетая с ремна на НОВАН, а лимп крутится, Айс Буларст, напережение от Сол, человек, к сожалению, не попадает вон из-за игры. Вот и вакуум, тяжечка, и стеночка, да? Да, пингвинчик здесь, ну, постарается, может, хотя бы маг забрать, ну, и там чайник был, относительно неплохо, прыгает дальше, курьер, все остальные, ну, он уходит оттуда, понимаешь, что там, совсем беда. Ну, очень-очень красивая. Да, еще плюс косарь, и самым богатым игроком на карте является, как ни странно, магом. Гип в этот момент, ну, ничего страшного, это мега арканы, это мека арканы, и блинкдаггер. Да, и можно даже быть мега арканы через пару минут буквально, если он будет продолжать то же дух, потому что, мы же помним стандартную сборку Дарксира, да? Сначала он собирает себе арканы, потом он берет себе мекку, потом играет в блинкдаггер, и после того, как он этот блинкдаггер уже себе вынес, можно и гардингрис переборитать, соединять мекку, и сами настоящие арканы, не важно. Вот Дарксира, которые в тузу или собирать сразу себе, ну, брать себе, блинкдаггер, они сандируют сразу, гривзы, хиливаются там, хиливых людей, исполняют ману, работает в общем на команду. Но маг, ему нужно инициировать, разумеется, более того, штормы там всякие, убегают и так далее, и так далее, поэтому... Дарзл, медальку там у себя имеет, ну, потихонечку там что-то и собирают комплексити. В целом, пока их коргероев несколько отбросили, Вега и пингвинчик, хоть и с орчидом, я даже не знаю, не, вариант неплохой, но если ты собираешь орчид, надо бы делать соло киллы, а команда Вега верон, бегает и пушит. Запрыгивает за вышку ноу-1, видишь, что никого там нет, это значит, что вышку можно забрать. В этот момент, пока что к лексити, может быть, дадут смок в эту спину, я уж не знаю, что-то еще хотят они сделать. Может быть, Мидл подпушит, но... Айс Бласт прилетает, и мне кажется, что Глиф еще прожмут, и у лимпа просто не хватит сил на то, чтобы забрать... У нас, кстати говоря, еще нейтралы забирать с Мидлмайла, чтоб тот не стакал рошан за респаунится через 22 секунды в мидл уже отступают игроки команды вега вышка упала дефать и мак не стал хотя он туда летел на стурже и свину мелом хотел его здесь встретить пингвинчик встречает его дальше паша заступается за него так что драку здесь организовать эти просто не смогли побоялись немного абсолютно верно 1910 в пользу команды вега с квадрона все еще посмотрим на графике видим 4000 по золоту и по эксперт хотел сказать я на самом деле я не понимал что века будет делать дальше не стоят на т2 здесь начинает на нее агрессировать ну ладно заберут т2 могут уйти и подраться если они хотят драться за свой т1 или же допустим прогонять просто врагов столько не этот один заберут нужно сохранить а из глаз можно так чтобы сделать чтобы у соло он был даун куда-нибудь очень быстро в данный момент его опять же не будет лучше чего проблему нового на кстати глаз который да немножко не туда в очередной раз лёша лёша удаун но все равно драка выиграна как ни крути хотя и потерять нет нет не выиграна они потеряли эмбер спирита и так легко до денег там получит больше комплексите она была бы выиграна если бы несколько гирокоптер с удауном вот чуть-чуть поторопился бы чуть пораньше водал когда был вакуум но с бласты тоже не помешает хотя с другой стороны и соло бы надо получить немножко лэвла там хотя бы 2 из бласта добраться потому что 1 из бласт на самом деле не так хорош надо получить экспы немного вот на лимпа плита то есть басать надо будет дергать у нас делать тп а вот его надо сбивать сбивайте так чем зачем растяжка не поможет данном случае и контроля через соответственно бкб у ребят из веги пока это смотрим далее так вот о чем-то я говорил ты господи этой ситуации который он т1 либо ты дефаешь ты один тот самый да и ты нажмешь кнопку сделаешь телепорты ты отправишь может быть другой стороны там тут самая с бласт при всем при этом ты его взорвешь нежданно и за это время действует у нас просто разберешь лица ребятам из комплекса здесь было так что соло тратиться из бласт потом вега приходит прилетает что хочет делать там дэв своих вышек т2 и так далее а потом получается что мол нужно и в лимпа давать там убивать его каким-то образом а ничего уже был право истина соответственно из власты и все профукан моменту профукану рассмотрим на джаггернаута понимаем что он себе собирает манту там монтовый джаггер сейчас будет в курьере стоит на все что нужно ему будет а нет это это юри дорогие мои друзья думал я что я скажу здесь для того чтобы ломон так более того я видел муки мейт орб кармане у него ну не важно его продал и передумал мы видим гирокоптер сейчас наверное в такой ситуации я думаю что да надо бы манту собрать в таком случае так как есть еще silence просто надо будет его сбрасывать например как Сейчас на него нападал Пингвинчик И Вакуман сбивает ТП-шку Плюс все, он очень вовремя подходит И вот он, этот Пингвинчик Вроде бы, да, собрал Орчид Понял, что надо делать соло-фраги И вот чем эти соло-фраги заканчиваются Мало того, что он бы не убил его Так еще и сам умер И на Рошана, а Рошан-то с Айегисом И с Иром отправляется команда Вега Да, Рошан-то за эту карту убивали уже два раза Это из комплекции, между прочим Поэтому, к нашему удивлению Два четвертая минута Где, по идее, должны забирать первого Рошана Да-да-да, первый, но максимум второй Уже сырник дали же Ух ты! Кстати говоря, комплексити Иду драться, скорее всего, под смоком, раз уж они находятся Рошана все еще никак Вега не могут добить Лим Сомнит в слэшем И тут Вега принимает решение, что... Ой, какой хороший стан врыв от Смидл Мелонза Туда же лихит Чайник, отличает Чайник, рикошетит Смидл Мелонза И все-таки пока что Вега спасается Всем спасается в Лейкьюри, Смидл Мелонза Надо бы добить по-хорошему Там уже эти кулалы Ну, довольно-таки неплохой кулдаун Ханкин успевает повесить крест на себя Фрик может оказаться следующим Уже погиб Слард Арчевский Угендициатор Обязан был там погибнуть Но кто должен против... Ну, кто, с одной стороны, должен был продолжать? Его там не было Это все-таки Торм Спирит Его там не было Это да И Бэйбэка у него нет? Или он у него имеется? У него нет? Да Абсолютно верно Но, опять же Какой хороший был краш, во-первых, да? Во-вторых, мне понравился Мув Ноуана в той драке Он реально был классный Но он его решил Маной чуть менее чем полностью Ты видел, что он сделал? Он, чайник, дождался, когда Пролетит на него И вместе с тобой Отвез его подальше На ремнанта На это было потрачено Огромное количество маны Мана потрачена, соответственно Ноуан без нее За месяц делать ничего не может Он даже дастла После креста, который там На стиках Так, врывается Пингвинчик Неужели такой простой способ Застелить Аегиса? Он реально его застелил Лим в Луфьюре находится Ворвался с вину Мэнон Соло без мана Фактически Кулдауна нет у Паши И вроде бы Ситуация у команды Вега Довольно-таки паршивая Но ставится стенка Пингвинчик все еще работает дальше Уже без Аегиса Старается добить Паша Паша Рокетбарджем Расстреливает Лим И в очередной раз Срывается с вину Мэнон Но он остается один Так как уже убили Шторм Спирита А до сих пор жив еще Маг До сих пор Соло и Сема В том числе Маг Сейчас тут Как герой Который самый богатый на карте Сейчас будет жарить сприка Тут просто ставится на хайграунд Но Да, потеряли Коров Вновь Вега Это их единственная Такая серьезная проблема В драках И не первый раз Уже так И чайник Могли расплитать Обратно забрасывает Светственно подвинули И убили И Соло Вновь промахивается Айс Бластом Сприк здесь борется За свое выживание Маг за ним гонится И Наверное Он выживет Ну уже сбежал Аж на хайграунд Ну И кстати говоря Суда Ханскин приходит У Мага могут возникнуть проблемы Он дает Сурж Все равно хочется ему забрать Кого-то здесь Что крипов что ли У него Гвардингриф уже была Он делает ТП Понимает что ничто И вот ТП сбить ему не сможет Файт Рекап Не успел показать Слишком заговорился Но в принципе опять Мы можем считать Вега То что они Если бы они получили Аегис И с другой стороны комплекса Те молодцы Что смогли Хотя бы как-то его застелить Но во-первых Канаду дорого обошлось Но кто знает Может обошлось еще дороже Если бы спушили вышку В таком случае Вега Зайдя с Аегисом на хайграунд Поэтому сейчас По крайней мере отложили Конкретно Заход Веги на хг Потому что без Аегиса Вряд ли они будут справляться Потому что все-таки Они не намного сильнее соперника Сейчас И имеют возможность Подформить своего джиггернаут И имеют возможность Что-то там Может появиться Свиндом Мелонзе Ну и само собой Не стоит забывать Про пингвинчика Он еще обязан Сказать нам Некоторые айтемы Как раз таки ребята Из комплекса Стояли как раз на улице Ну вот в перерыве Ходили Один из них соответственно Вот я не буду говорить Его имя Один из тех наших двух Как говорится Айни Лимб Вот Фраза была Мы стояли краски С товарищем Аносовым В серии Будем воровать Аегис Там посмеялись Посмеялись Шутка такая Типа Серии Дэнди Хук Как говорится А с другой стороны Я теперь понимаю Что ребята настроены Были серьезно Они действительно Первое что сделали Это убили Рошана И затем Воровали Аегис Здесь Макси Получено лицо Себе арчит Но сможет Это дело Соответственно Задоджить Не задоджить А пурджануть Пурджануть С помощью Такой Замечательная вещь Как Гордиан Грифс Двеймер Уйти Термина 2 Вега Иду ломает Дайаз Мидл Тауэр Сандер Атак Айзлаз Отцело В никуда Можно будет Почитать Каким количеством Айзлаз Не нужно Во-первых Если команда Выигрывает То претензий Вообще Никому Должно На самом деле Ну Когда выиграет Кончательно Со счетом 2-0 Поэтому Сейчас Веге Все-таки Стоит Пока Брать ситуацию Как говорится В свои руки Успокоиться В принципе Они уже Несколько Лидируют И просто Надо Чуть Потихонечку Не как На прошлый Кай Не думает Что соперник Там Слабый Довольно Таки На самом деле Комплекс Тесильный Коллектив Надо Продолжать Делать То Что Должны Сейчас Внешнюю Вышку Забрать Еще Одну Проможенность Какого там Уровня Четвертого Правильно Правильно Нет Третьего На семер Правильно Я думал Друг Четвертый Нет Все Две Три Отступают Да Они приходят На низ На бот Да Дэф Вышкинул Ван Просто Нападает Там Ух ты Неплохо Тут на него Среагировали Там Находится Маг Надо Поставить Вакуум Стенку Он Это Сделал Сейчас Дэм Это В принципе Выдал Не так Много Как наверное Хотелось бы Фельдинчик Уходит И Айс Бласт Ликит Мимо Улетает Оттуда Он Римпа Поймали Подцепил Его Рубик Тот Касует Омни Слэш Тот Может Своровать Омни Слэш Своровал Тот Омни Слэш Бегут За ним Паша Расстреливает Его Омни Слэш Нам уже Нужно Будет Все равно Потратить По назначению Сминал Мэлонс Уходит На цели Команды Комплекс Тида Уже Счет 24 Ну 24 16 Да Он Неплох По ассистам Но Все-таки Вакуумом Наверх Стягивается Нулмэлон З Тем самым ТП Тот Имеет Возможность Сделать Сему Чуть Чуть Не успел Да Но Билли Джаггерраудов Там Замес Как бы Не важно Что Рэмбер С другой стороны Деньги Которые У него Есть Они Потихоньку Уходят в никуда С другой стороны Есть 1800 Есть Манта Стайл Блинг Кстати Тем временем Появляется У Жиггернаута Именно Блинг Даггер Такой Выйвар Делают Парень Наш Замечательный Общает Эмбриф Нужно Открыть Что там Как Из новенького Ну Лича Форстаф Видели Мага С Глимер Кейпом Видели Сема С Блингком Сема С Форстаф Семе Живется Вообще Просто Чейки Брики Соло Сеулом И готовит Себя Ганим Появлению Но все Ребят Хорошо Что и у Веги Что и Комплексти Комплексти Остают Даже на свой Уровень Оставания Они имеют Приспи Айтем Изотарчики Такие Нормальные Потому что Будраться Жить Переживать Сделай И так далее И так далее И так далее То есть Для своего Вэвла Я имею До финансового Такого состояния Богатства Они сейчас Имеет все Что надо По сути Стандартные Вещи Привычные Чайник Готов Все Готово К бою Как говорится Новый Рошан Или просто Драка Потому что Вот Солос Семой Они находятся В вражеском Лису Паша Тем временем Фармит Теншентов БКБ Сема готовится Покупать Ждем 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 Чего-то Интересного Вновь Опять же Аегис Будет Уже Через минуту Основное Время Закончится И команда Вега И думаю Что Комплексти Стоит Там Побороться За него Главное Чтобы Теперь Пингвинчик Не встрел И команда Комплексти Не стала Вчетвером За него Бороться Потому что Это Сами Знаете Чем Может Закончиться За время Пока У нас Ребята В принципе Спокойно Существуют Да Фармят По сути Они почти Одинаковые Кстати У пингвинчника Господи У пингвинченко Есть Бладстоун Бладстоун Это Хорошо С другой стороны Зачем покупать Бладстоун Когда у тебя Команда Проигрывает Типа Манно-реген И так далее Шторму Он необходим Я с этим С одной стороны Спорю С другой стороны Не знаю В следующий раз Все исполняет Потому что Ну Кинули Я из глаз Ну Но Влетел Опять же Получает Орчит Себе В лицо Манто Это Сидело Доджит Связывал Пингвинчика Я не связывал Не связывал Надо опять же Орчит Кому-нибудь Собирать Орчит Или Контроль Который Через БКВ Проходит Но Кто-то Должен Сделать Обисел Здесь Просто Нет Кутователя Можно Сделать Либо Хекс Либо Еще Что Нем Прохоже Да Поглядим Там у нас Кстати говоря Лимпа Могли поймать К сожалению Тут Поломание Кучу леса Лимпа Не нашли Мак Думает Что он Здесь Знает Туда Сейчас Был ворваться Еще Один Ремм Туда Ох Как Он Сейчас Его Должен Видеть Да Чина Уже Пошла Лимпа Ходит Плэйфюрем Понимает Что В общем То Он Уйдет Никто Ему Не собьет Его Ингенчик С фриком До сих пор На топе Все Пушат И сплит Пушат В принципе Я смотрю Сейчас Пока Они Ну Без драк Интересный Момент На самом деле Компликс Пока Дофармливают Свои ключевые Артефакты На своих Ключевых Героев В том числе Здесь Мы видим Скоро Должна появиться БКБ Хотя Огрклаб Яша Яша Думает Что В принципе Какогельщику Лимпу Неплохо Зайдет Манта Стайл А БКБ Здесь В данном Случае Пригодится Йогрклаб Для этого И нужен Ну да Именно так С другой стороны Получается Комплекс Они пытаются Фармить Более того Они пытаются Держать Линию Отпушенными Чтобы если что Если Вега Окончательно Их выиграет В одной Двух драках Если Вега Их выигрывает В двух драках Допустим Подряд Чтобы Вега Не так быстро Начала сносить Сирени То есть Бэкдор И так далее И так далее С другой стороны Кто Вегу Остановит Если что Серьезно Кто Их будет Останавливать Если что-то Пойдет Не так Не по плану Комплекс А уже Вторая игра Мне кажется Идет На самом деле Не по плану Комплекс Ладно Продолжаем разговор Смотрим еще На из бласт От соло Он типа Скаут Из бласт Проверяем Где Что как Мне кажется Порой Что ты знаешь Как ракетка Уклок Пацаны Я посмотрел Я нашел Я увидел Интересный Смог От комплекса Давайте посмотрим Чем это закончится Перспективы У них неплохие Именно Засплитать Кого-то Или же Просто В кого-то Сыграть Сейчас Со сплит И драк В смысле Там Поймать Кого-то Раздельно Там Плюс Кого-то Там Засолить И так далее Но они Не нашли Соперника Они пошли На Рошана Маг Сейчас Мне кажется Уже Как бы Должны Понимать Вега Где находится Соперник Вот У них Вижен Там Был Посмотрите Они знают Что они там У них Был Вижен И Теперь Уже Здесь Под смоком Находится Команда Вега Врошпити Свинут Мэлон Туда приходит Маг Стягивает На Все это Врошпити Присходит Туда же Из глаз И там Еще Умни Слэс Пошел Но мне кажется Уже Что у командной Комплекции Большие Проблемы Лим Может погибнуть БКБ Может ему Не помочь Там Пингвинчик Кстати Говорят Забрали Попросту Его Убил Не поверите Что я его убил Убил Чайник Который Взял Сема Да Сема Вообще МВП Этой драки Я смотрю на него То есть В каждой драке Он то Да Курьера Всех 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 Он то ворует А мне Слэш И начинает Бить Жаггернаут Или Саппортов Команды В комплекции Он то ворует Чайник И закидывает Его И летает Чайник И ребята Из комплекции Я смотрел На них Как они Отваливаются От этого Чайника Они Не сразу Поняли Что это Чайник Ну Рубика Они думали О чайник Наш Летает Ну Было Дело Только потом Они начали Расходиться Потихоньку Стараться Раззониться Дабы Отчаяник Соответственно С них Их Отпустил Но Не отпустил Не всех Сразу Ну что На хайграунд Мага Там есть Шторм На самом деле Шторм Развалит Мага Вот в таком состоянии Он будет Находиться Дальше С таким Монополом С таким По здоровьям Очень Очень Быстро Потому что Можно Влететь Дотерчит И так далее И так далее И так далее У штурма Что там С зарядами Пять зарядок В Батстоне И дела Заходит Хайграунд Уже Ноуан Тут Как мы видим Там же Маг Приходит Стягивает Их Попросту Чтобы Хоть как Прогнать В этот момент Рывается Пингвинчик Пытается Что-либо Сделать Сема Но Сема До сих пор Жив Ноуан За него Заступается Пингвинчик Полностью Без мана Остается Он Семан Только что Слил Сема Он жив А вот Пингвинчик Уже нет Продолжает Пушать Бараки И туда Обрывается Свинул Мэллон Слим Под БКБшки Бьет Мага Фистами Проходит Там опять же Еще и Ноуан И начинается Ханкин Ну вынужден Просто вешать крест на себя Иначе никак Под БКБшки Лим Находится Свинл Мэллон Слим Приходит Блокфири Убегает Свинл Мэллон Повезло Меньше Притягивает С Брика Вакуумом И это уже Минус 4 Мне кажется Это и вообще Джи-джи Уже Возможное Потому что Все внешние вышки Спушены Несмотря на то Что пуш потенциал У Беги Не особо велик Они сейчас Все равно У них достаточно Времени Чтобы спушить Несколько линий Одна сторона Уже Почти упала Второй Также занимается Кстати там Лим пришел Пытался Кого-то там убить Но сразу же Получил от Семы Краш в лицо Джи-джи Пишет Комплексити Поздравляем Вегу с Кодром На второй карте Было два Противостояния Ну что Это было На самом деле Красиво Очень красиво Это было не так Вот честно Вчера было скучновато Порой Нормально Наши ж подоспели СНГ коллективы Они-то жгут Неплохо Но Действительно Вега сыграли Очень хороший матч И комплексити Ну тут Нечего добавить Ребята дрались Сейчас как могли Если на первом матче Может быть Ребята не проснулись Потому что там Действительно Ребята выиграли в сухую И сейчас Более-менее Было сыграно Неплохо Меня расстраивает То что Вот с этим самым После этого самого матча Позиция И так не самая хорошая Комплекция Наши турниные таблицы Она все Ухудшается и ухудшается Да И там снизу